Доброго времени суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем снимать прохождение по игре X-Reberf. И тут у меня получился небольшой конфуз, накладка. В том плане, что мы должны были найти капитан на этот корабль. Но эта серия почему-то записалась очень криво. То есть без видео, только звук был. Поэтому я не буду ее больше проходить. Но могу рассказать вкратце, как мы это сделали. Мы полетели по нашим маркерам, по желтеньким. И зашли на станцию, порылись в ящиках, нашли капитана, наняли его. Прилетели сюда-обратно. Состыковали с кораблем. Потом все сделали по инструкции. То есть выбрали капитана, приказали ему работать здесь. Все, он там начал работать. И после этого миссия завершилась. Ничего сложного. Тисто по технической, по инструкции. Но теперь вот нам выдали следующее задание без маркеров. То есть без подсказок. Нам дали задание найти инженера нам для того, чтобы починить наш сконс. То есть по завершению этого задания на нас напал один корабль истребитель. Но он такой не очень был. Мы его быстро убили и собрали с него ракеты. Вот у нас 10 ракет теперь есть. И мы можем стрелять ракетками. Сейчас мы летим искать инженера. Полетим на ближайшую станцию. Сейчас я посмотрю, где у нас ближайшая станция находится. Для этого мы откроем карту. Так, это похоже не совсем. Не та карта. Вон, точку нажать. Да, вот. Теперь это та карта. Почему-то эта штука мигает. Ребенский сконс, это я. У нас есть Рафанас. Что это? Не понимаю. Это что? Тут масштабировалось бы, что ли, но я не понимаю. Плюс, минус, что ли. Ну ладно, мы просто полетим сейчас к ближайшей станции. Какую увидим. Вот этот туннель. Так, давайте-ка снова сделаем какую-то точку. Этот туннель вот ведет. Кстати, вот это что за станция прямо перед нами. Дорожка ведет туда. Сектор, да. А, вот наш сектор. Здесь наш корабль. Эта дорожка ведет в другой сектор. А в нашем секторе... В нашем секторе... Так, это вся система, получается. Да, это вся наша система. Альбион. Так, вернуться в сектор. Вернуться в зону. Вот это уже зона. Добытчик, да, какой-то. Нам нужен наш корабль. В общем, мы просто летим вперед. Вот, там какая-то штучка есть. Вот это вот что за штучка. Полетим сейчас к ней. И попробуем изучить его. Здесь какая-то реклама висит. Мы сейчас попробуем посмотреть, что там написано. А, написано, по-моему, тут... Пюре. Регал, пюре H2. А-а-а-а. Здесь какая-то смесь воды. Здесь какая-то водная смесь. Ну, в общем, они здесь держат... Что-то вроде воды. Ну, воду. Ладно. Дефильтрованная чистая вода у них. Из артезианского источника. Должно выводить их в порцию. Да, фабрика производства воды здесь у них. Не знаю, каким образом он это производит, но вот это так производит. Красивая фабрика. А вот даже рисунок есть. Там водичка... Ой, где она? Вон водичка нарисована на боку этих... ...антейнеров. Интересно очень. А у меня есть фонарик. Я могу посветить. Вот он. О. Упс. Красота. Очень здорово. Все они запилили. О, знакомая штука вон там. Я думаю, что нам туда лететь надо. А вон выгодное предложение. То есть здесь у них выгодно продают, а не этот... А не воду. Ну или что-то типа воды продает выгодно очень. Пока я не могу взять его в цель. Далековато. Купить вода. Цена 12 кредитов. То есть очень дешево, походу, они продают ее. Далековато. Вот. Ну что-то нам говорит, что... То есть нам сообщение о том, что мы разблокируем какую-то информацию. Там что-то узнали нового, может быть, об этой станции. Вот. Цена минус 2 процента. 12 кредитов. То есть нас заманивают, ведьми, дешевыми ценами. Можно даже, кстати, спуститься, попробовать ей... Купить эту воду. Ну не купить, а как бы поговорить там с торговцами. Может быть, у нас... Где-то было у нас. Потерял. Давайте отлетим в сторону. Не остановимся здесь. А вон, где водочка. Ставимся. Купить вода. Ага. Здесь удаленно все делается. Но... Но... Но-но-но нам некуда грузить. У нас нет контейнеровоза такого. Для жидкости. У них 484. Попугаи этой воды. Тонны, может быть, или литра. За 5 миллионов они продают все это. Кстати, Один чего-то там литр, или что... Стоит 11 кредитов. Очень здорово. Ну да ладно, полетели в фабрику этих контейнеров. Или чего там. Это что-то. Какой-то значок, вот это интересно, конечно. Инженер, он шизок. Клик заманит вот тут. Нам говорят что-то, типа, посмотрите. Вот здесь вот нет ни инженера. Посадочная площадка. Вот менеджер есть, инженер вот здесь. Это раз офицеробороны и капитан, если у них имеется. То есть мы, не отходя от кассы, можем здесь найти инженера. Поэтому садимся. Уважаемые зрители. Садимся и идем покупать. Нанимать инженеров. Или покупать. А, нет, мы уйдем пользоваться его услугами. По ремонту нашего скунса. Кстати, это достаточно большая станция. Это не просто какая-то площадка, оказывается. Это настоящая, полноценная, огромная станция. Потом сохраняемся здесь. И делаем нормальное сохранение. Потому что я не помню, чтобы мы сохранялись перед смесью. Так. Соберу вот эти штучки. Не знаю, рассказывал. Не помню рассказывать в прошлых сериях. Но вот заново буду рассказывать, потому что та серия как бы вышла багованная. Там не бывает картинки. Был один только звук. Здесь в этой серии есть картинка. Поближно подойти. Да, картинка есть. Все отлично. Супер. В общем, вот. Ходим по станциям. Собираем вот эти всякие штучки. Это на первое время. И на второе тоже. И это все продаем. Можно, в принципе, продавать тут же и тем же. А еще мы здесь ищем вентиляционные шахты. У них всякие ништячки уже посерьезнее и подороже. Кстати, эта станция точно такая же, которую я посещал в багованной версии. Да, точная копия. Вот здесь вот сидит. А, здесь уже другие люди. Вербовщик. То есть вербовщика можно нанимать, а, если не ошибаюсь, этих... Десантников. Да, вон. Для захвата кораблей. Менеджер станции это... То есть менеджер это именно менеджер станции. Идем только можешь подсказать навыки свои. И может... Помочь кого-то найти. Продавец кораблей, притянется на работу, маршрут в торговец. То есть взять какую-то информацию. А мне нужен инженер. Который где-то там. Так, а мы здесь входим и тырим ящички. Кстати, бывает в ящиках вот на дне. После того, как мы из них собрали вещи, они открываются. И на дне еще лежат какие-то всякие штучки. Могут лежать. Не часто, но бывает. Интериции здесь мы не обнаружили. Так, вот тут. Здесь у нас эти сидят. Архитекторы. Это для строительства станций космических. Офицеры обороны. Это у нас управляет десантниками. Или... Или не десантниками. Не помню, могу ошибаться. Капитан управляет кораблем. А вот и механик. А, нам нужен инженер. Что она сказала? Пропустила. В общем, вот когда такое облачко появляется над головой, можно с ними такую мини-игру как бы сыграть. Ну, типа поддержать ее речь. Она, допустим, что-то там вякнула. И мы можем сказать, да-да-да, ты права. Конечно. Я полностью с собой согласен. Согласна. Еще тут только что сказал. Капитану. И там такая мини-игра. Если вы как бы угадаете, ну... Согласитесь с ней, то есть... То она как бы сделает вам после этого скидку. Она скажет, о, да, это единомышленник наш. Поэтому мы сделаем тебе скидку там. И надо бывает там 5%. Иногда 5. Так, здесь это еще. А, вот кредитка лежит. Еще не торгует спиной, там стоит. Где фонарик? Ну, как-то сейф нажать. Что она делает? Прям как по-пацански. Сидят. Капитан, капитан. А, здесь у нас тюряка. Но там внизу тоже сидят торговцы и... Торгуют. Это кто? Капитан. Так, здесь у нас что есть? Оба-на. Вот здесь есть, кстати, это прикольная штука. Она нам позволит забраться... Что значит использовать? А, вон я что выбрал. И вот это вот открыть. Запрыгиваем в эту тележку. Нажимаем использовать и... И мы попали в какое-то секретное место. Так, так вот я... А, вот все, вот вышло. Все. Идем. Сохраняемся, во-первых. Во-вторых, садимся и идем... Лазить. По вентиляции. Искать всякие плюшки. Будем следовать правила правой руки и идти... По правой стороне. Хакерские чипы. Достаточно дорогие штуки. По несколько тысячам продаются кредиты. Что за путь заблурился. С пусто. Чего не вижу, надо было факел с собой взять. Искайрима. И бутылку вина. Алялаито или как там, амита. Так. Ну если обратно, значит мы все обошли. Идем дальше. Видимо я много чего пропускаю, потому что я впервые таким вот бизнесом занимаюсь. Я забыл, что я там, космические муки. Интересно очень. Кредиты. 5800. Вот. Что там внизу происходит еще? Где-то нагрюки такие в темноте. А, мы все вышли. Вышли, слезли. Как бы вот этот чемоданчик еще взять? Но я думаю, он нам не нужен. Идем дальше. Так. Посмотрим, что у нас тут. Так. У нас тут развлекалово. Продавец дронов. Ну да, какие-то модели, конечно, не очень. Непонятно, где у них сперед, где зад, то есть как они. К нам лицом или к нам задом лицом. О, давай, детка, давай. О, ес. Я-я. Что-то высоко подойдет. Да-да-да, давайте. Положь туда 10 рублей. Петхатку закину. В резинку от трусов. Архитектор. Архитектор подрабатывает... Это что такое еще? Че-то лицо. Архитектор подрабатывает барменом. О, смотри-ка, свободный столик здесь никого нет. Я, наверное, сюда залезу. А все же тут пока. Покурю. Давай, танцуй. Быстрее. Ну, какое-то лицо страшно, конечно. Эти дизайнеры... Такие дизайнеры. Вот наш инженерчик. Забил самый дальний угол. Ай, туропер дэмэдж юши. А, не Ай-1. Ремонтировать корабль 1. Ремонтировать все за 2000 кредитов. Да вообще легко. У меня эти дизайнеры... Куртик льют. Так, ремонтирую, значит, именно инженер. Не кто-то иначе. То есть, не техник, никто. Так, и у нас поступило новое задание набрать офицера обороны. Все, спасибо, инженер. А что спасибо? Еще раз поболтаем, кстати. Где я могу найти претендента на работу, двойка. Офицер обороны, двойка. Я вам сейчас скажу, что он сказал. Он сказал, идите вы... Идите к этой... На три буквы. Потому что, как бы, он сказал, что... Ко всяким там, левым проходилцам я не даю информацию. Это пилот. Кстати, очень, очень нужная штука. Но это только... Либо после прохождения полностью сюжета, То есть, сюжетки компании. Либо в свободной игре нужно нанимать пилотов. Ну, имеется в виду, нанимать на всякий случай. Если, допустим, враг сдается, Вы прыгаете из истребителя, А вы можете его захватить, этот истребитель, И посадить туда своего пилота. Вот. Сейчас же в компании Нет совершенно никакого смысла нанимать пилота, Либо абордажную команду. Естественно, без скриптов. То есть, без команды, без миссии. Если по миссии вам сказано пилот, Или абордажная команда, То надо так и делать. А все остальное... Ну, вы просто не сможете. То есть, вы зря потратите деньги. И это будет... Не будет работать. То есть, не будет нанимать... Не будет захватываться корабль, там, и так далее. Это что такое еще? Офицер обороны. Я же где-то его видел. Где-то здесь рядом, по-моему, да. Ну-ка. Вербовщик. А, не то. Ну-ка, смотри. Вообще, она должна подсказывать всегда. О-о-о. Я так понял, что она сказала, типа... Проваливай отсюда, или... Или ты не замечаешь. Вполне возможно, что на этой станции И нет никакого офицера обороны. А эти просто стоят, тормозят. Нет, я просто так не сдамся. Я обязательно найду офицера обороны, только сейчас сохранюсь. Нормально. Так, это 20 сантиметров, это раньше, да? Извиняюсь. Там нужно найти этого офицера обороны. Что бы то ни стало. Сейчас мы все облазим. Все тюрьмы, все-все-все-все. Так, давай ты. Иди сюда. Помоги мне найти кого-нибудь. Никого-нибудь офицера обороны. Как мы сейчас найдем офицера обороны? Как мы сейчас найдем офицера обороны? Так. Это Албийский сканк. Показывает разрешение обороны. Показано. Надеюсь, что вы могли бы посетить нас. Нужно от проблем. Идем. Идем. Трим-поп-пум. Вон он. Похоже на капитана, конечно. Собираем всякое барахло. Игровые приставки. Сисковые раковины. Ну, пока собираем, как бы, я как бы, ну, особо не задротил по этим вещам. Поэтому я собираю. Ну, прикольно же, интересно все эти дела. Поэтому я собираю. А потом, конечно, это все надоест. И я это не буду делать. Мелочиться, как буду покупать там дроны в одном месте, продавать в другом месте. И тем самым буду разжеваться. Вот. Всякими интересными штучками. Вот офицер обороны. То есть звездочка и двести. Что-то похож сильно на капитана. Как он замигал. Сейчас мы подождем, пока офицер обороны... Нет. Сначала посмотрим, под чем он торгуется. За сто двадцать четыре тысячи. Оу. 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 Нет. Нет, это нам не подходит. Давайте-ка мы пока подождем, что он начнет что-то говорить. И, как бы, попробуем сыграть в эту игру. Очень дорогой офицер обороны. Ну, давай же, болтай. Вот он на русском сказал. Сказал, что трудно копировать. В любом виде, там, технологии. Но очень интересно. Вот. Каких-то сорок лет назад скоростной магистрали еще не было. Вот он про магистрали. Сейчас, смотрите. Начать светский разговор. Вести доступ на четверг. Упомянуть технологии, ускорители, революции, не знаю, что такое. Вот магистрали. Он сказал, что не было магистрали там. Пять. Пять. Транспортный поток. Ну, он говорил по супермагистрали. Ну, ладно. Блин, я не успел. Он сказал, что мы вряд ли договоримся. Короче, я там тупанул. Теперь ты болтай по чему-то. Ну, давай, скажи еще что-нибудь. Давай поболтаем. Как дела, например, там, семья, дети. Как там вообще у тебя? Да, я на горточке сяду. Как тут у вас принято. Семки есть? Семок нет у него. В ходу дела. Тю-тю-тю. Чего-то он нервничает. Может быть, не настоящий. Прочует. Вот, сейчас офицер обороны заболтает. Давай, 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 давай. Говори, говори, говори. Вот, магистрали не было. Как так? Кто сказал это? Должен был сказать офицер обороны. Это такие вещи. Перебил кто-то и вошли тему. Так, уважаемые зрители, мы сделаем небольшую паузу сейчас и вернусь я к вам буквально через пару минут.